hello my friend мы с вами сегодня видите погодка удалась в москве прохладненько но все-таки по крайней мере дождя нет но вот той стороне еще вот тучи разошлись то есть есть вот там в центре москвы а у нас в районе на в днх погода неплохая ну что ж как обещали мы с вами сегодня будем проведем небольшую экскурсию кто не был в москве и все-таки планирует пойти поехать в москву обязательно посетите всероссийский комплекс выставочный то есть он раньше назывался в в сх в всероссийская сельскохозяйственная выставка потом и дали название в днх всероссийская выставка достижений народного хозяйства в после перестройки выставки дали название ввц как он переводится всероссийская выставочный центр и буквально три года назад в четырнадцатом году далее старинное название старинное как сказать ну основное название в днх теперь выставка достижений народного хозяйства называется мы с вами находимся у главного входа в днх они немножко похожи с парком горького строился в в сталинское время и называется сталинский ампир но это выставка то есть это вход второй а я вам попозже ближе к концу покажу исторический вход на в днх ну что ж давайте мы сейчас с вами пройдем на территорию всероссийского выставочного центра или выставки достижений народного хозяйства и посмотрим что внутри пойдемте но зашли мы с вами на территорию в днх здесь есть вот такие центральные ворота сверху герб союза советских социалистических республик ну и после главного входа на главной аллее мы с вами видим первый павильон играет советская музыка такая вести сразу для кого-то это может показаться ностальгия а для кого-то непонятной музыкой главная аллея вот открывается вид когда мы заходим вот такие фонтаны с собой с обеих сторон с той и с лет впереди а это конечно же первый павильон выставка всероссийский к ввсхв как она переводится забыл что сейчас уже сказал всероссийская нет выставка сельскохозяйственных достижений ну в общем в с х в было начала начали ее строить в 1934 году и закончили постройку в 1954 году ну естественно что во время войны с 1941 по 40 пятый год выставка не строилась но основная заложей заложен и так сказать камень был вот в 1939 39 4 39 34 а в 35 1939 году было официальное открытие выставки здесь правда не было много павильонов и сейчас мы идем с вами по главной аллее которая уже была открыта позже а основная главная аллея которая которую в 1939 году было открытие вот мы сейчас с вами видим спереди вот эта вот дорога и выставка то есть получается данный ход был вот той стороны то есть сейчас мы с вами идем здесь это уже потом от была открыта главный вход а выставка была первоначально вход был с другой стороны участвовать если увидим с вами с правой стороны там вот есть как раз исторический вход первоначальный вход на в схв но сейчас около него построили 57 павильон оранжевый такого цвета где я ходил на международную книжную ярмарку и как раз я вам через витражи показывал вот этот вот исторический вход в днх к сожалению что то здесь деревья не так слишком видно союз советских социалистических республик и сверху водружен воздружена звезда нет сожалению не видно мы пойдем обратно если что за с ними выставка достижений народного хозяйства построю было построено в начале строить ее для того что а в то время после революционная большие города более-менее как-то жили а вот к сожалению наши деревни жили так сказать не очень хорошо ходили в лаптях в то время это исторические данные по колено в грязи и люди не понимали что это такое когда они приезжали в город они думали что ну как же люди живут так хорошо у них имеется твердая почва то есть асфальт а мы живем в грязи для того чтобы поднять дух союзные в то время когда было вот объединение союза советских социалистических республик для того чтобы поднять дух вот эти всего народа которые больше практически 80 процентов все равно жили в малых городах или жили в деревнях строили вот именно вот такую выставку для того чтобы люди могли приезжать показывать свои достижения по выведению различных новых видов животных различных новых сортов овощей и фруктов ну и конечно главной главной идеи социалистических социалистического государства было для того чтобы показать что скоро все деревни все города будут выглядеть именно вот так как выставка достижения народного хозяйства то есть у каждого в каждой деревне и и не будет вот этой грязи и всего остального то есть вот каждая деревня будет выглядеть именно так ну и когда сейчас мы с вами с другой стороны уже подошли идея основания в днх была связана с тем что объединить дух всех вот этих на государств которые входили в союз советских социалистических республик и пропагандой было конечно же объединение всех народов воедино первоначально было 17 республик которые должны были объединиться в союз и жить дружно по-братски как говорилось и естественно что это объединение произошло а в то время до до военное после революционная но к сожалению одна из республик она вышла из этого союза по моему это было что-то прибалтийская честно не буду обманывать вот надо посмотреть это в википедии и это была прибалтийская какая-то одна республика то ли это эстонская то ли латвийская какая-то республика вышла из состава практически перед самым открытием всероссийской то есть в днх в схв и к чему это рассказываю да вот посмотрите с той стороны к сожалению нет гербов а вот с этой стороны на первом павильоне а вот с этой стороны она видно да то есть видите вот как раз по периметру вот здесь нарисовано 16 16 гербов 16 республик и крайне вот если посмотрите первое ай не могу приблизить не будет наверно вот как раз вот это вот здесь нету никакого герба как раз просто его убрали сделали просто как сказать чеканка но она без без какого-то герба ну и для чего это было сделано потому что архитекторами уже в то время было естественно запланировано как что должно было быть и вот я говорю что одна из тех республик она вышла из состава буквально вот прямо перед открытием в днх в схв ну и для того чтобы не портить архитектуру просто оставили точно так же но именно в этом месте оставили такой сказать круг но без герба точно так же кстати еще опять случилось опять еще круг света да ну и коль мы с вами сожалению в очередной раз не можем подойти к фонтану который тоже является достопримечательностью москвы и к естественно что в днх это фонтан знаменитый фонтан дружба народов здесь стоят также 16 девушек которые в национальных одеждах изображают дружбу между народами сейчас я вот так сделаем хотя бы что с этой стороны было видно опять же говорю что архитектура фонтана была построена так что 16 девушек 16 республик стоят вокруг и изображают объединение данных государств но опять же вот я как говорю что одна из республик перед самым открытием когда уже было все построено она вышла из состава или не стала вступать состав союза и поэтому не стали портить архитектуру и где-то здесь одна из латвий колес тонок надо почитать тоже все таки на таки стоит и с этими 15 девушками то есть 16 государств вот изображает карелла финская республика асср ну давайте мы с вами немножко пройдем по моему с той стороны кстати нет забора мы с вами посмотрим и более подробно посмотрим фонтан и более подробно расскажем вам о нем там кстати немножечко википедия обманывает про высоту фонтана там что-то очень высочайшая какая-то цифра написано на самом деле естественно что это цифра нет давайте пройдем с другой стороны и включимся подошли мы с другой стороны видите здесь сейчас будет фестиваль ежегодный московский международный фестиваль круг света красивый фестиваль кто еще не был обязательно побывайте потому что каждую по моему осень подсвечиваются все фонтаны большинство павильонов подсвечивается действительно территория в днх приобретает достаточно еще более яркую и красочную подсветку ну что фонтан вот мы сейчас подошли с другой стороны значит он был открыт в 1954 году и первоначально в документах он назывался главный главный фонтан вот как вы видите стоят здесь правда сейчас мы снимаем на сторону солнце может быть не так сильно будет видно 16 девушек которые изображали объединение народных республик которые входили в состав союза и вот они были покрыты и сейчас покрыты социальным золотом ну и пошли мы как раз в википедии как раз вот перед открытием в днх была карелло-финская асср и ее потом преобразовали уже сразу состав карельской асср которая сошла уже так сказать союз не в союз а в состав россии или как это она называлась в то время в общем россии действительно каждого вот видите есть вот карелия которая сделана в стиле карелии есть армения есть азербайджан есть много 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 отдельных павильонов но хочу сразу сказать то что мы сейчас с вами делаем обзорную экскурсию просто по в днх показать вам территорию в днх в дальнейшем мы сделаем с вами небольшие все-таки выпуски но постараемся сделать выпуски по 1 а за один или два павильона чтобы более подробно рассказать о них почему потому что несмотря на то что сейчас смотрите вот видите красивый павильон написано армения но в то время естественно что здесь не было павильона армения она была где-то вот с той стороны вот который видите вот здесь павильоны армения грузия это было где-то в той стороне и некоторые павильоны они перри названы то есть вот сейчас которые рассказать как написаны то есть но они неправильно выражаются раньше по-другому назывались то здесь раньше был где-то вот из этих двух павильонов вот в этом или в том где-то грубо говоря относилась просто к сибири то есть сибири она называлась и некоторые павильоны они так и остались. Вот Карелия, по-моему, она так и была Карелией. Вот. И мы хотим поэтому более подробно почитать и самим узнать, и чтобы вас не обманывать, более подробно прочитать про каждый павильон. И в каждом выпуске будет по одному или там по два павильона более подробно рассказано, где что было. Потому что есть вот за этой, за главной аллеей, вот сейчас вот там, с той стороны, есть Липовая аллея. Там есть еще павильоны. И в одном из тех павильонов была даже небольшая атомная электростанция, которая действительно был бассейн, и были вот эти вот атомы, которые внутри. То есть для того, чтобы народ мог посмотреть, как это все действует. Но опять же, они в наше время сейчас уже названы совершенно по-другому. Вот. Давайте мы с вами сейчас пройдем и немножко, так сказать, обзорную экскурсию вам покажем. Да. Кстати, и в 2014 году, то есть до 2014 года территория ВДНХ соседствовала рядом с ботаническим садом. Это вот примерно с правой стороны. И с левой стороны был парк Станкино. В 2014 году произошла реорганизация, объединение этих трех парков. И теперь они относятся, по-моему, к ВДНХ все, да? Да. Всех ВДНХ. Да. ВДНХ 520 ГА. И площадь ВДНХ теперь составляет 520 ГА. Ну и вот опять же, видите, ну мы обратно пойдем в сторону дома. Вот это, в лесах стоят, это исторический вход на территорию ВДНХ, который был открыт в 1939 году. И все люди заходили не через тот ход, где мы с вами зашли, получается, перед первым павильоном. А весь ход был вот здесь. Также еще хочу сказать, то что надо посмотреть тоже до скольки, то есть до какого времени, но при открытии ВДНХ, ВСХВ в то время, на территории, по территории ходили троллейбусы. То есть территория действительно такая огромная, что людей перевозили с помощью, с помощью электротранспорта, чтобы не портить экологию парков. И поэтому было, в принципе, удобно. Сейчас, может быть, этого не хватает, но поставили сейчас вновь остановочные комплексы на исторических местах. И хотят запустить вновь троллейбусы по территории ВДНХ. Ну, вот видите, допустим, например, вот павильон красивый, номер 66. Он раньше назывался то ли Узбекистан, то ли Таджикистан, то ли Киргизстан. Это нужно, вот я говорю еще раз, про каждый павильон мы отдельно напишем. К чему я это говорю? То, что вы сами видите, что стиль сделан в таком виде, как вот что-то или Киргизия, или Узбекистан. И точно я знаю, что именно вот эта вот главная история, которая стоит, архитектура посередине, она изображала вот этот столик узбекский или таджикский, он изображал, то есть это столик. Сейчас 66 павильон, как вы можете видеть, он называется Культура. Поэтому мы и хотим заснять исторические названия, исторические виды, может быть, ставить какие-то фотографии, как выглядел раньше павильон. Но хочу сказать огромное спасибо лично от себя, и я думаю, что большинство москвичей скажут спасибо сейчас существующему мэру. Это действительно большой плюс, что когда он пришел к власти, господин Собянин, он что сделал? Практически за год за полгода он сказал отреставрировать все, потому что до этого при Лужкове была отдана территория ВДНХ в руки людям, которые вели себя, так сказать, нечестно. Павильоны разрушались, здесь было одни практически коммерческие учреждения, продавались шарики, игрушки, вот эти, вы знаете, дешевые мероприятия, которые просто людям приносили деньги, они накапливали для себя кошельки. А сами здания, исторический функционал, конечно, и красоту теряли. И что было в первую очередь сказано Собянину, Собянином, чтобы вернуть ВДНХ исторический вид. И вот эти павильоны, которые с левой стороны, видите, вот он еще закрыт. То есть это раньше называлось какая-то что-то электроника, да, по-моему, была, там еще что-то. То есть вот эти все здоровья, то есть вот эти все павильоны, вот как вы видите, они сейчас находятся в лесах, то есть вот здесь вот это здание, то дальше здание, оно сейчас находится в лесах, и происходит реконструкция, точнее сказать, восстановление исторического вида павильонов. Вот эти три павильона, они, к сожалению, пока не трогают, видимо, пока не восстанавливают. Какой-то из них, по-моему, вот этот центральный свет светит, вам, наверное, не видно. Вот прямо, вот какой-то есть прямо павильон, который был посвящен товарищу Сталину, и вся архитектура была посвящена именно данному политическому деятелю. Вот. Ну, что можно сказать дальше, то, например, прямо, который мы вот видим, вот этот павильон, раньше он назывался золото, до реконструкции, но сейчас ему дали прежнее название, была огромнейшая вывеска, золото было написано, и сейчас его отдали историческое название, то есть оно относится к городу Москва и центральному округу Московской области, по-моему, еще Тверская область относится данный павильон, то есть в то время можно было спокойно центральному региону выставить свое производство или достижение, что-то здесь они выставляли. С правой стороны, получается, вот, говорят многие, что он похож на вокзал, но, действительно, если посмотреть немножечко издалека, он напоминает вокзал такой пригородной, железнодорожный, но это, на самом деле, павильон сейчас тоже отреставрировали, и за ним есть красивый фонтан, который не так, тоже многие, кто знает, москвичи, большинство же ходят все по центральной аллеи, поэтому мы что хотим еще сделать, не только рассказать отдельно про какие-то павильоны, но мы хотим еще рассказать о каких-то местах, которые находятся в глубине ВДНХ, есть павильоны, разрушены до сих пор, есть какие-то места, чайные домики, есть огромнейшая столовая, которая пивнуха, она раньше называлась, когда в Советском Союзе не было алкоголя, так доступного, то есть перестройку, там были вот эти сухие законы, эта столовая до сих пор работала и люди со всего со всего Союза приезжали, чтобы там посидеть и попить вдоволь пива, ну а с правой стороны это находится павильон, как я вам говорил, Ленинграда и Ленинградской области, за ним есть красивый фонтан, мальчик с рыбой, который символизирует сейчас Санкт-Петербург и в то время Ленинград и Ленинградскую область, продолжаем нашу с вами обзорную экскурсию по ВДНХ, сзади меня, как я вам говорил уже, это первый павильон и напротив него был построен павильон, который символизировал братский народ, братский в то время, но к сожалению, сейчас вы, наверное, понимаете, про кого я говорю, был построен павильон, который посвящался украинской АССР, действительно, он очень красивый, он не уступает нисколько по масштабам первого павильона и напротив первого павильона получается была страна АССР, которая была содружена в то время с Россией, но я думаю, что в скором времени все наладится, в любом случае политика политикой остается, а народ в любом случае мы с вами вместе и очень много людей живут из Украины, с Украины в России, из России живут на Украине, поэтому мы два братских народа и я думаю, что эта политика когда-то все-таки останется в стороне и мы с вами будем как раньше дружить и встречаться. Есть песня у группы Нианглов Киев-Москва. Киев-Москва. Между нами могут быть большие расстояния. Что ты там тра-та-та? Между нами могут быть большие расстояния. В общем, забыл песню. В общем, есть песня хорошая у группы Нианглов. Называется Киев-Москва. Кто не слушал, наберите Киев-Москва и если подумать просто не между, что песня идет между двух людьми, да, то есть мужчиной и женщиной о двух государствах России и Украине Киев и Москва. Послушайте, сердце немножечко аж трепещет и даже хочется поплакать. Потому что раньше по работе я часто летал на Украину и Киев на самом деле очень красивый город, красивые люди, красивая страна. Поэтому ну я думаю, что все наладится. Ну немножечко у нас была с вами такая меланхолическая пауза грустная, но ничего, все будет нормально, как я говорю. Ну что ж, построен красивейший большой павильон АССР Украины, который находится прямо напротив первого павильона и между ними находятся два фонтана. Главный фонтан, как он раньше назывался и сейчас это фонтан дружбы народов и следующий фонтан, который был открыт тоже в 1954 году. Первый светомузыкальный фонтан в России, ну да, в СССР, это вот был фонтан, который называется теперь Каменный цветок. Это первый светомузыкальный фонтан в СССР. фонтан, как я вам сказал, получается, с этой стороны это павильон Ленинград и Ленинградская область, следующий павильон это Москва и Центральный регион и город Тверь, прямо получается, напротив первого павильона это Республика АССР Украины, и с левой стороны непеределанной, восстановленной, который всегда был в хорошем состоянии, его поддерживали, это, конечно, Республика Беларусь, тоже братская республика, с которой мы сейчас дружим до сих пор, которые братский народ, как Украина, Россия и Белоруссия. Вот он такой с девушкой стоит сверху, вот поэтому такие огромные павильоны, которые сейчас реставрируются, восстанавливаются, ну и сейчас, кстати, раньше вот по периметру вот этой стороны главной аллеи здесь, с этой стороны и с той стороны, где вот сейчас вы можете видеть вот такие квадратные липы. Здесь раньше стояли вековые голубые ели, но в том году их срубили и посадили вот такие липы такого вот квадратного с такими квадратными кронами. конечно, много москвичей и я сам лично возбуждался, писал на сайте ВДНК и в активном гражданине, что же вы наделали, потому что действительно стояли огромные вековые сосны, голубые, голубые ели. Но ответ от ВДНК последовал такой, что сейчас руководство ВДНК оно старается восстановить исторический вид, так как был сдан, сдано ВДНК в 1939 году и на самом деле, когда выставили фотографии архитекторов, что действительно именно так и выглядела главная аллея в то время в 1939 и 1954 так как выглядела территория ВДНК и действительно, что здесь вот там есть главное между двух между двух фонтанов Дружбы народов и каменным цветком есть такая площадка красивая с цветами, в которых присутствует даже посадили пальму, как пальма стояла в то время. сейчас, мне кажется, все-таки будет дождик. Площадь колхозов называется. Но мы с вами пройдем дальше, получается, за территорию, за павильон Украина и там есть площадь механизации. Давайте дойдем туда, успеем до дождика немножечко хотя бы снять. Ну вот мы с вами подошли к Республике Беларусь. Красиво. Вот это, кстати, буквально наверное год назад открыли, это центральная часть была закрыта. Видите, что есть лепнина, есть рисунки, барельеф различные, действительно тоже очень красивый павильон. Но еще раз повторю, что мы будем делать видео отдельное, будем заходить стараться в каждый павильон, потому что внутри вообще очень красиво. Первый павильон, там вообще говорят, ну там платный, единственное, что плохо, что я не приветствую, это то, что во многих павильонах сейчас сдают в аренду и делают выставки, например, выставка, ну к примеру, выставка кошек. И за выставку кошек, например, я должен заплатить 350 рублей. А зачем мне выставка кошек, когда я хочу посмотреть достижение каждого россиянина, каждого человека, который жил раньше в СССР, что это строилось, это достижение каждого человека. Но, к сожалению, правило есть правило, и для этого нужно заплатить денежку. павильон, ну вот здесь, видите, строят новые какие-то павильоны, атомная энергия, 19-й павильон какой-то новый будет, здесь был тоже павильон, с этой стороны, вот он сейчас, это исторический исторический музей России, а до этого здесь тоже был на этом месте павильон, но он был построен уже в перестроечное время, и в стиле, знаете, как у нас раньше любили, много было, что у нас, бетона и железа, вот железо-бетона с огромными витринами был сделан павильон, ну вот его практически до основания разобрали, Паш, кто-то у меня летает, убери, я уберусь, где она, что вам? вот, поэтому практически до основания данный павильон разобрали и сделали вот такой музей Россия, моя история, там, значит, можно зайти, тоже платный вход, но в этом музее рассказывается про царей, рассказывается про знаменитых писателей, поэтов, и это, как это слово называется, современное, что можно руками все потрогать, то есть там все электронное, то есть книги электронные, интерактивные, правильно, а то я скажу совсем тупой, еще большой плюс, что я хочу сказать, что на территории ВДНХ сейчас стали делать лето, весной высаживают одни растения, видите, они цветут на территории ВДНХ, на территории всей ВДНХ, а потом, когда эти растения отцветают, пересаживают те, которые цветут все лето, и сейчас пересаживают, которые будут цвести до, я думаю, до зимы, потому что в Москве зима наступает практически под самый Новый Год, в большинство случаев, конечно, в декабре месяцы плюс 10, не знаю, как в этом году, но до этого плюс 10, и ждешь, чтобы 31 числа хотя бы пошел снег, ну и вот как-то год был так, все плюс 10, плюс 10, а потом в 11 вечера, уже практически перед самым Новым Годом, пошел снег, вот с мою ладонь, вот такой падал, вот так, или как у нас Дима Петров говорит, вот такие чебуреки, покажи Пашу, как он показывает, вот такие чебуреки, вот такие, привет, Димка, если смотришь, вот такие чебуреки, мы помним, ну и вот мы с вами подходим к площади механизации, на которой находится макет ракеты, на которой летел Юрий Гагарин, первый человек, который совершил полет в открытый космос, совершил вокруг Земли и приземлился удачно, это вот макет, большая ошибка, что это, конечно же, может быть, это та же самая ракета, естественно, это та же самая ракета, но просто это сделан макет ракеты, потому что ракета-то, она же вся рассыпается, когда она летит по ступеням, ну и за ним находится павильон, который имеет тысячу названий, и про него мы вам расскажем более подробно, единственное, что я вам расскажу, что это павильон, вы видите, как у него есть, получается, сейчас вот внешний вид, а раньше этого не было, был только вот, это была арка, причем арка была в половину приоткрытая, там первоначально была выставка, посвященная технике, почему называется механизации, потому что вся эта площадь, ну естественно, что по названию, понятно, да, то есть была все связано с техникой, и первоначально там была выставка посвящена в советское время машинам, бульдозерам, тракторам, легковым автомобилям, а потом этот павильон отдали, когда Юрий Алексеевич Гагарин совершил полет, был отдан, павильон назывался Космонавтика, и этот павильон, как я вам говорил, что он был вот этот вот, арка, она была, получается, только наполовину открыта, только наполовину, с двух сторон как бы, крыши не было, и там вот стояли различные макеты спутников Земли, и все, что связано с космосом, но шли дожди, и это все стало портиться, и после этого только стали делать крышу, стали делать вот эту вот облицовку, то, что вы видите, из Анинг, конечно, тоже еще один из знаменитых, из знаменитых купол, вот этого, красивый купол павильона космонавтики, сейчас павильон космонавтики находится за территорией ВДНХ, он находится около станции метро ВДНХ, и называется, по-моему, как музей космонавтики, да, делаем, коль делаем обзорную экскурсию, просто в двух словах все говорю, чтобы была такая, знаете, затравочка, затравочка, впереди вы видите знаменитый самолет, который называется Буран, это тот самый самолет, который совершал полет в космос, и который приземлялся, раньше он стоял в Москве, но стоял на территории парка Горького, но вот буквально два года назад, не знаю, с чем это связано, его перевезли вот именно на территорию ВДНХ, на территорию площади механизации, здесь же также можно посмотреть, есть самолет Як-42, в котором работает музей, можно купить билет, и посмотреть, как побывать в кабине самолета, и как это все раньше было, но опять же хочу сказать, большой плюс в том, что когда территория ВДНХ была отдана муниципалитету в городе Москве, это все стали восстанавливать, потому что до этого там был то ли какой-то магазин, то ли какая-то непонятная история, и в общем там все это было в упадок, он был разукрашен каким-то непонятным цветом, ну вот его когда выкупили, построили, восстановили, его сделали вот в таком стиле, как раньше самолет у нас были у Аэрофлота, в стиле Союза Советских Социалистических Республик, вот такой самолет, у нас есть традиция, пойдем, мы всегда проходим, когда идем на ВДНХ, А, еще пока мы, кстати, идем, хочу сказать, что на территории механизации, вот этой площади механизации, стоял не один только самолет, Як-42, здесь была достаточно большая выставка, давайте, по традиции мы делаем это, пузо чашем самолеты, то ли я поменьше стал, то ли самолет, то ли я тоже, кажется, или может ему шасси надули, вот, и здесь, в общем, стояли, стояли и Ту-134, и Ту-154, очень много самолетов именно здесь стояло, и которых люди могли посмотреть, но, вот не помню, какой год, это было перестройку, просто приехали бульдозеры, это вы можете посмотреть в интернете, в ютубе, просто приехали бульдозеры, и за ночь, за день, точнее сказать, за день, просто ковшами разбили все эти самолеты, фюзеляции самолетов, и люди протестовали, и кричали, что же вы делаете, это все видно на видео, но, что у нас тогда правительство продали, сдали в аренду самолет, сдали в аренду территорию ВДНХ, и что, хозяин, барин, все это, к чертовой матери, гады такие паршивые, просто разрушили, но, вот видите, вдалеке, вот этот стеклянный купол, на самом верху, вот получается, вот здесь, наверху, с той стороны, если с вами потом попадем, когда павильон сейчас закрыт, когда мы будем ходить, подбирать время, чтобы павильоны работали, там огромнейшая, огромнейшая панорама, и нарисовано лицо Юрия Алексеевича Гагарина, немножко даже дух захватывает, ну вот вы сейчас вот видите, смотрите, вот получается, вот эта часть, вот она, ой, палец, вот, это было вот построено, а сверху крыши ее не было, и не было вот этого купола, поэтому потом построили, когда дождем стало все заливать, все построили, ну вот есть небольшой фонтан, который находится около, около ракеты, на которой летал, макет ракеты, на которой летал Юрий Алексеевич Гагарин, с этой стороны поставили современный уже вертолет, а с той стороны поставили современный самолет, который сейчас сохраняет нашу независимость и территорию Российской Федерации, с левой стороны открыли недавно, буквально года три назад, Москва Риум, Москва Риум, центр океанологии, и чего-то еще, билеты сумасшедшие, но это ладно, отдельная история, чтобы сходить, и кстати, кто будет ходить, иногда мы проходим, и слышно, как касатки поют, прямо в бассейне, там может быть, чем там есть не дают, что-то я тебя не снимаю, потом Луткин опять скажет, почему я тебя не снимаю, расскажи хоть что-нибудь, так ты все рассказал уже, ну ты еще что-нибудь расскажи, я дам практически совет, туда идешь, магазин найдешь, там магазин называется продуктовый, еще в таком советском, когда гуляешь, чтобы не покупать там кукурузу за 200 рублей, или ту же самую кукурузу попить, да, воду, то там это все в разы дешевле стоит, потому что там есть магазин продуктовый. Магазин, да, кстати, он еще называется консервная банка, потому что он имеет вид, такой, знаете, как сказать, как вот метрополитен, вход метрополитен, круглый такой, и его раньше и сейчас называют консервная банка, поэтому вот доходите до площади механизации, кто здесь будет, вот вы лицом стоите, получается, к ракете, и получается с правой стороны, вот там будет магазинчик, туда пойдете, с левой стороны, еще если вдруг кто-то будет искать банкоматы на территории ВДНХ, можете не искать, их нет, но есть Сбербанк, и Сбербанк находится вот в этом павильоне, нет банкоматов, но есть Сбербанк. Ну, Сбербанк это уже не банкоматы, тоже как Почта России, на каждом углу, в общем, даже на территории ВДНХ, если вдруг кому-то нужно будет снять наличку, не бегите, потому что очень далеко мы находимся, в центре практически ВДНХ, и вот именно здесь, вот в этом павильоне, электрификация, есть Сбербанк России. Вот так. Еще, кстати, тут есть только истории, но это, знаете, за одно видео не рассказать, коль мы у нас, такая затравочка, это обзорная экскурсия, строилась-то ВДНХ во время Сталина, здесь должно было быть стоять, вот место ракеты, должна была стоять большущая скульптура Сталина. И если я потом, если что, может быть, ставлю фотографию, посмотрите, там очень такое все, знаете, как говорится, дьявольщина такая небольшая, потому что какие-то, там, знаете, вот эти знаки на ВДНХ, кресты и все остальное. Ну, конечно, может быть, это ТВ3 все придумало, и где-то кто-то написал и ответил, но на самом деле, вот есть такая немножечко чертовщинка, что вид ВДНХ, если посмотрите, оно такими, знаете, крест, посередине должна была быть его скульптура, и все остальное. Но сейчас мы с вами находимся в центре, мы в ту сторону не пойдем, это получается за площадь механизации, потому что большинство людей уже туда не ходят, изредка там есть красивейший павильон, который мясопроизводство, есть чайный домик, есть та столовая, о которой я вам говорил, ресторан красивейший, есть пруд с видом, и есть фонтан, золотой колос, одноименные гостиницы, которые есть на около станции метро ВДНХ, и есть заброшенные домики, есть там дом меда, есть куриные какие-то домики, хлебопекарни, и что там только нет, но это в общем в одно видео не залезет, это очень долго получится, поэтому это вот сегодня, как Паша сказал, что сегодня только затравочка, а каждое видео, потом мы часто гуляем на ВДНХ, когда хорошая погода, и будем стараться рассказать, потому что действительно не каждый, даже коренной москвич, бывает на тех, в тех местах, куда мы ползаем, большинство доходит вот досюда, сто, так скажем, процентов, половины нет, наверное, какая-то часть остается сразу там, около каменного цветка и золотого, то есть фонтана Дружба Народов, какая-то часть уже, знаете, как через фильтр оседает, оседает здесь, на площади механизации, и уже 10% наверное доходит туда, за 10, ну ладно, уже 10, очень много ездят на велосипедах туда, вот смотрите, здесь есть схема, что удобно сделано, мы с вами сейчас находимся вот здесь, вот, вот этот павильон космонавтики бывший, и вот эта территория, вот нам нужно было бы вот сюда пройти, вот здесь получается вот фонтан, золотой колос, и вот это еще не все, это не все, это вот, кстати, вот эта столовуха, вот она, огромный ресторан, с этой стороны пойдет территория, туда пойдет территория, туда еще выше, которая территория ВДНХ перейдет в ботанический сад, ботанический сад, А мы с вами, получается, вот прошли через центральный вход, вот первый павильон, вот фонтан дружбы народов, потом мы с вами прошли вот здесь, по этой стороне, павильон Ленинград, центральный павильон Москвы и Московской области, павильон Украина, павильон Белоруссия, да, по-моему, или вот это Белоруссия, вот. В общем, территория огромнейшая и будем посвящать каждое видео, когда мы будем в ДНХ, может быть, Паша сам что-нибудь поснимает, один без меня. Может быть. Может быть. Передай хоть своей подруге-то привет, кто на тебя смотрит, все мало я тебе показываю. Ну, мало показываешь, если мне это будет. Может, сейчас тебе показываю, пусть наслаждается. Ирина, наслаждайся, а то ты все говоришь, то, что я его мало снимаю. Не персонализируй. Чего делаю? Не персонализируй. Угу. Паша предлагает вам есть кефирные палочки из рататумбы. Из чего? Из рататумбы. Из рататумбы. Из рататумбы. Все по ВДНХ ходим. Вот, видите, есть такие павильоны. Просто мы пока сейчас уже, как сказали, не снимаем такие вот. Ну, вот, павильоны. Вот, заброшенные, например, что-то здесь было. Не видно, что пар идет изо рта. Что-то ты куда-то меня завел, по-моему. Куда? Да, надо было нам туда идти. А вот сейчас по тропинке уйдем на ту дорожку. Мы сейчас переходим с территории ВДНХ, которая, как раньше, разделялась на Востанкинский парк. Территория, вы знаете, есть растение хрен. Так вот, охрененно. Большая, просто, огромнейшая территория ВДНХ, объединенная с Востанкинским парком. Там свои пруды, там свои эти достопримечательности, тоже отдельно рассказывать. Ботанический сад. Ну, особых построек там нет. Но, тоже есть, что показать, рассказать. Поэтому, слишком уж... Ой, зашли, смотрите, дорожка. Пошли гулять. Так что это... Смотрите следующие выпуски. Смотрите следующие выпуски. Обязательно будет все подробно рассказано. Отдельно расскажу вам про Останкино, про Останкинскую башню, как она построена. Почему именно такой формы. Вот, поэтому все впереди. Сейчас... Ой, блин, чуть не упал. Сейчас... Вот, поэтому сейчас мы идем на территорию Останкино. Пошли в магазин. Паша решил... В Билле есть такой магазин, Билла. В Москве. Там продают по акции шоколадки. Вот, Паша. Есть шоколад. В больших количествах. Шесть штук было. Ну, ну, шесть. А сколько? Двенадцать. Четыре было. Четыре. Маленькие. Четыре малюченьких. Нормальные шоколадки, 200-граммовые. Милка. Где этот 200-граммовый шоколадок продают? А сколько там? 100-граммовые? 90-грамм, 80-грамм. А, 90-грамм, да. 90-граммовые, говорит. Ну, ладно, поверим. По акции. Одну берешь, вторая подарок. Вот сейчас идем. Вот это, получается, сзади остается ВДНХ. Вот такие парки просите. Там можно велосипедисты. И на всяких принадлежностях летних можно кататься на самокатах, на роликах. А вот центральный вход, получается, со стороны, не центральный вход, а со стороны ВДНХ. Вот вход такой на территорию Останкино. Но, как я и Паша вам сказали, что сейчас эта территория объединена с 2014 года. Но лавочки в любом случае написаны Останкино. На всяких вот вывесках написано Останкино. Парк Останкино, видите? Там. Там с левой стороны получается пруд Останкинский. И многие, кстати, путают пруд, который находится около телецентра и телебашни Останкино. Все говорят, что это пруд Останкинский. Нет. Это дворцовый пруд, потому что там, рядышком, напротив этого пруда, есть дворец Останкино. Поэтому просто называется дворцовый. А с этой стороны, получается, вот там. Ой. Ну, в общем, вот там. Ой, вот там. Там вот как раз есть Останкинский пруд. Поэтому хорошо, что мы живем в таком районе. Можно погулять, подышать свежим воздухом, послушать крик ворон. Смеется идет. Главное, я камеру включаю, сразу... А как камеры нет, идет ли это... Он идет на лежаке полежание. Припиликивает. Припиликивает идет. Иди вон лежак. Чего я пойду? Какой лежак? Да, зачем я туда пойду? Куда мы идем? А нам надо туда? Нам же... Ну, куда идем? В Биллу или что мы идем? Да. Идем в Биллу. Класса вода. Летом-то все заняты. Летом-то все заняты. Все лежат тут. Целуются. Прямо на лежаках, на этих людях. Мимо-то вообще не переваривают-то, честно говоря. Иди вон сейчас пока сырой. Иди вон сейчас пока сырой. Лежак. Иди по шпалей же. Нет. Станишки сними попкой. Лежит. Женщина просто найдет, поет. Может быть она певица. Сегодня чуть-чуть потеплее. Вчера вот правда мерзопакостная погода. Вчера позавчера была. Прямо знаете, дождь вот не то, что ливень. Не моросящий. А вот знаете, как пыль. Пыль такая прямо в воздухе. Сегодня чуть-чуть прояснило. Видите небо какое. Прояснило чуть-чуть. Можно хоть прогуляться. Перед ужином. Вкусно. Сегодня Паша будет готовить маракуйя запеченная в мультиварке с креветками и базиликом. Куда ты меня ведешь туда? Ну вот пруд. Смотрите. Вот это и есть Останкинский пруд. Который находится в парке. Уже кстати такая осенняя погода. Дышится так легко. Приезжих нет. Туристов все разъехались. Наконец-таки. Посмотрите, какая пустая территория. Остались только москвичи коренные. Сразу-то хорошо гулять. Никого нет. Ни крика, ни писка, ни визга.